День добрый! С вами Елена Самодивка и Школа Войлока Онлайн. И сегодня я рада пригласить всех на новый вебинар школы по созданию вот такого летнего жакета, тоненького, эластичного, красивого, вместе с мастером из Испании Мартой Дорофеевой. Наш вебинар называется «Миражи». Легкое дуновение ветра, обновление природы – все соединилось в этом жакете. Мы будем валять и окрашивать жакет в технике «Медиум Принт». Признаюсь, что Марта подготовила этот вебинар уже зимой, но тогда я ей сказала «стоп», потому что если в Испании можно было найти растения для окраски такого изделия, то у меня в Подмосковье точно это было сделать невозможно. И мы отложили старт этого вебинара на весну. Что понравилось лично мне в этом мастер-классе? Кроме того, что это легко и просто. Марта валяет без применения виброшлифмашинки. Тишина и, самое главное, скорость валяния обеспечена. Вам не понадобится много места для того, чтобы разложить этот жакет. Стол где-то 120-150 длиной и шириной от 80, но желательно метр, чтобы рукавчик вошел. Но если нет такого, то вот 80 сантиметров, что-то подставите для того, чтобы разложить рукав, либо будете раскладывать частями. Поэтому места немного. Большой плюс в раскладке. Я не ожидала увидеть такую раскладку. Она очень простая. Я даже могу сказать, что там раскладки как таковой нет. Но оно придает необычайно эластичность изделию. Мало того, что он тоненький, он очень тоненький. Он тянется как резиновый. Я даже его сниму. Он необычайно легкий. Во-первых, я покажу вам изнанку. Да, вот смотрите. Так. И так. И вот он тянется. Прям хорошо тянется. И очень ладненько сидит на фигуре. Мне вообще эта выкройка очень нравится. Рука в три четверти. Посмотрите, как он сидит. Марта свои изделия обязательно варит. Но этот жакет был окрашен. Поэтому он, конечно, варился. Но за счет этого шерсть меньше пилингуется. Но не образуются катышки. И поверхность такая замшевая. Необыкновенно тактильно приятная. Итак, какие материалы нам понадобятся для работы? Шерсть Меринос. 18-21 микрон от 110 до 200 грамм. Почему такая вилка? Зависит от размера. Вы получите табличку, где на каждый размер будет определенное количество шерсти. Шерсть лучше брать белую, неокрашенную. Если вы дальше будете окрашивать изделие. Но если у вас таких планов нет, можете выбрать тот цвет, из которого вы хотите получить жакет. Соответственно, понадобится нам шелк. Для создания такого, как на мне, жакетика Марта использовала маргелланский газ. 4 метра при ширине 80 сантиметров. Можно использовать эксельсиор, шифон. Ну, в принципе, любой шелк, какой у вас есть. Но если шелка нет, можно использовать обычную аптечную марлю. Для окрашивания понадобятся листья, любые листья. Можно сухие листья, можно листья из цветочного магазина. Все, что найдете. И красители. Красители кислотные для окрашивания шерсти и шелка. На самом деле можно оставить в неокрашенном виде этот жакет. Он тоже необычайно хорош. Ждем всех, кому понравился такой жакет. И кто готов создать его вместе с Мартой Дорофеевой 12 мая на вебинар «Миражи». Это платное занятие. Но, как всегда, у нас в школе войлока. Где-то 6-7 мая мы обязательно проведем и бесплатный вебинар. Где Марта поделится секретами окрашивания. Которые потом, те, кто пойдет на вебинар по жакету, смогут применить в деле. Итак, 12 мая в 20.00 вебинар «Миражи». Продолжение следует... Продолжение следует...